Музыка Хорошо. Значит, у нас с вами впереди большая тема – коллективный договор. И каждый из здесь присутствующих должен будет сделать анализ коллективного договора одного из лучших в России. Я его принес, чтобы вы видели и знали. Значит, у меня сейчас есть три экземпляра для вас. В следующий раз я еще принесу. Кому дать налево или направо? Нет, дам направо, а то скажут налево. Что нужно сделать? Нужно внимательно это изучить и проанализировать. А как проанализировать? Как вы считаете, нужно показать, что вы глубоко и всесторонне в этом разобрались. Потому что это не какой-нибудь там методический материал, полученный там учебным путем. Это реально действующий договор, который, посмотрите там дата, он продлен был после этого еще на три года. Еще на три года. А после этого профсоюзная организация ослабела. И да, кстати, в электронной форме вы можете этот же коллективный договор скачать на сайте фонда рабочей академии. А когда профорганизация ослабела, а все равно она боролась за коллективный договор, и самый пик был борьбы по вопросу о том, что вот с профсоюзом, раньше так было в ЗОТе, до 2001 года. Я считаю, что есть вопросы, по которым нельзя принять решение руководителю предприятия, не согласовав с профсоюзом. То есть вот приходит в правком и спрашивает, согласуйте, правком говорит, не согласовываю, и это решение не проходит. И все. Никаких дискуссий, ни обсуждений, ни споров, ни разговоров, а просто было право. Согласование, ряда вопросов, которые затрагивают условия труда и жизни трудящихся очень сильно. Теперь в законе 2001 года этого пункта нет. Но коллективный договор, а я забегаю вперед немножко, коллективный договор, может это такой локальный нормативный акт, который составляется работниками и работодателями, который может содержать положение, улучшающее положение работников, и не может содержать положение ухудшающее по сравнению с законодательством. Поэтому смысла нет переписывать туда что-то из закона, а смысл есть в том, чтобы положения там были выше. Или кое-что переписывать из закона, но без ссылки, без кавычек, потому что если в кавычках закон возьмут, то ты отменят, и у вас этот выпал тогда. Раз в кавычках стояло, а теперь закона нет, и пропало. А лучше может быть, чем в законе. Поэтому если вы не в кавычках поставили, а просто записали, так у вас и осталось это. Поэтому можно переписывать, скажем, из трудового кодекса хорошие, так сказать, моменты. Ну и не надо там ни на что ссылаться, потому что в коллективном договоре может быть лучше, чем в законе, но не может быть хуже. То есть это, надо сказать, уникальный документ и уникальное право. В современном капиталистическом обществе работники могут добиться того, что на уровне предприятия может быть принят локальный нормативный акт. В коллективном договоре это локальный нормативный акт. Вот здесь еще есть места хорошие. Отличное место здесь. И к начальству близко. Локальный нормативный акт. Это значит, что трудящиеся в рамках предприятия участвуют сейчас. Не когда-нибудь там в будущем обществе, когда мы победим, там и так далее будет. Другой строй, другая власть, другие люди и так далее. Сейчас можно установить у себя на производстве такие условия, которых на других производствах нет. Но поскольку это локальный нормативный акт, но нормативный акт, это норма права. Он действует только на работников этого предприятия. На других не распространяется. Но если и другие предприятия по этому пути пойдут и так далее, то может быть изменен вообще общий уровень жизни и условий труда работников. Ну, включая и самое главное в условии, а сколько времени люди работают. Мне приходилось неоднократно обращаться к президенту страны с предложениями об изменениях в экономическом развитии управления экономиками. В последний раз я обращался с такой запиской, совместно с Борисом Николаевичем Гавшиным, запиской, в которой перечислял, что необходимо сделать для того, чтобы изменить нашу ситуацию в экономике. Эти мои предложения были изложены на сайте Пучкова в разведопросе, который назывался «О сложившейся экономической ситуации». Потом они вышли в недавно вышедшей книге нашей с Пучковым и Жуковым, которая называется «Экономика. Закат либерализма». Вот, но вот эту записку, о которой идет речь, что нужно сделать в экономике для ее развития, я отправил президенту. Хочу вам сказать, сообщить, как гражданам России, что самое простое в России в условиях современной демократии – это обратиться к президенту. А именно, не надо бумаги, адрес не надо знать, ничего не надо. Открываешь поисковик, да и пишешь письмо президенту. Открывается сайт «Гавру», правительство от слова «Гавру». Там написано, вы хотите президенту или в администрацию президенту написать? Не хочу в администрацию, а хочу президенту. Ставишь птичку. После этого, вы хотите ответ получить в письменной форме или в электронной? Не хочу в электронной, хочу в письменной. Почему? А пусть почта. На почте почитают, там написано будет «президентская» с печатями, и к вам придет. Хорошо. Маме покажет. Со мной президент переписывается. А с тобой не переписывается. Почему? Потому что ты не уважаешь президента, ты ему не пишешь. А я ему пишу по вопросам, которые нас волнуют. Короче говоря, заполняешь свою электронную почту, можешь файл приложить в письмецо, короткое, на страничку. Можешь там набрать. Там хватает в квадрате места для того, чтобы письмецо короткое. Но если у вас еще к нему документы какие-то, вот там сказано, какой файл, какого размера можете присобачить к этому письму и отправляйте. Вам сразу приходится сообщение на электронную почту, что ваше письмо принято. Ждите ответа в течение месяца. Сразу хочу сказать, поскольку я неоднократно прибегал к этому, к этой форме, что отвечать будет, конечно, не сам президент. Но от его имени будут отвечать. А что раз и от его имени, то уже будет не из города будут отвечать. И не из вашего районного муниципального совета, а из правительства. Кто-нибудь. Начальник департамента. Или там замминистра. И так далее. То есть, если вы хотите, чтобы вам ответил замминистр, пишите президенту. Если хотите, чтобы вам замминистр не ответил, пишите замминистру. Замминистру, тогда вам пришлют из отдела управления вашего городского какого-нибудь. И так далее. Ну, там люди же занятые. Они поручают. Вот если ко мне обратятся, я вам попрошу дать ответ. Вы от моего имени скажете, что Михаил Васильевич просил вам дать ответ. Он считает, что вы неправильно написали это. Вы же сможете написать. Ну, все. Так что я не боюсь, если ко мне начнут засылать всякие письма, я и вас буду пройти. Вам же не трудно будет от моего имени писать ответ. Ну, и все. Короче говоря, поскольку у меня такой серьезный был вопрос, мне пришли письма из Министерства экономического развития. Раз. И Министерства промышленности и торговли. Два. Другой для департамента. Потом, так сказать, из Академии наук Российской Федерации. Значит, из Министерства промышленности и торговли сказали, что они со мной согласны. В Министерство промышленности и экономического развития сказали, что они со мной абсолютно не согласны. Кроме одного вопроса. Там у меня стоял вопрос о том, чтобы осуществить переход к шестичасовому рабочему дню. Говорит, это ваш внутренний вопрос предприятий. У вас на предприятии по договоренности с администрацией пишут. Министерства экономического развития. Вы можете хоть сделать хоть 20 часов в рабочую неделю, хоть 10, хоть 5. Это вопрос ваш внутренний. Почему? Потому что у нас по закону какая рабочая неделя? Вы законы знаете? Незнание законов не освобождает от ответственности за их неисполнение. Не более 40. А не более это сколько? И час не более, и два не более, и три не более. То есть нет установленной величины. Есть не более. Поэтому в колодоговоре... Вот, например, у докеров не в более ранние годы. Там еще лучше были колодоговора. Поскольку там была лучше организована борьба и работа профсоюза. У них был отпуск 55 дней. Хорошо же? Причем у всех компаний. И вот хитрые работодатели новые пришли. Жуликоватые. Собрали их и по-доброму так с ними стали говорить. Давайте мы вам зарплату повысим. Чего вам лишнее отдыхать? Надо же деньги, чтобы что-то купить можно было. Давайте мы сделаем вам 30, а эти 25 мы вам деньгами дадим. Все мои попытки как консультанта. Объясните им, что вы и так можете деньгами получить. Потому что вы, если захотите в отпуске работать, то пойдете и будете работать куда-то в другое место и получать там деньги. Правильно? Но они все-таки никак не удалось мне их убедить. И они сменяли эти свои дни на деньги. В следующем году сразу цены выросли, и все их деньги пропали. И все. И теперь у них, так сказать, просто отпуск такой, как у всех 30 дней. А не как было раньше. Так вот, хочу сказать вам, что вы можете теперь зайти на сайт московского отделения фонда Ровочи Академии. Там написано тоже так, прямо на главной странице, прогрессивный, коррессивный. Это свеженький, только что принятый. Они его только что будут сейчас издавать. Вот, издавать в таком же виде. И договорились уже с издательством политехнического университета. Но он хуже, чем этот. Почему? Потому что не все, что позже, то лучше. Почему? А потому что вот им не удалось. Но им удалось отстоять, например, согласование только по некоторым пунктам. Их стало уже пунктов меньше. А вообще говоря, вот в 2001 году, когда был Трудовой кодекс России, вот он, вот он, в этом кодексе нет больше согласования. Есть только учет мнения. Вот у вас какое мнение? Какую вам оценку поставить? Зачет. Я учел ваше мнение. Означает ли это, что я поставлю зачет? Нет, не означает. Но мнение, я же учел. Все слышали, я учел. То есть я себе записал, да. Он хочет, чтобы ему поставили зачет. Все хотят, чтобы он поставил. Все мнения я учел. То есть это такое дело, довольно смешное, что докеры даже так смеялись. У них такая есть машинка, в правкоме. Когда какой-нибудь документ туда опускаешь, в щель, там, то есть я быстро ее в мелочь, эту бумагу, так ее разрезают на мелкие кусочки, чтобы никто не мог прочитать, что они там собирались написать, администрации. И они это вот, когда туда опускают, говорят, это учет мнения. И ничего не осталось. То есть учет мнения – это отдельная процедура. Мы еще по ней поговорим. Это вот я, прежде чем, если я ваш руководитель, то прежде чем издать какое-то распоряжение, которое касается ваших условий жизни, что вот сидеть нужно будет только боком ко мне, к примеру, новое распоряжение, так вот нельзя, как вы сейчас сидите, то учет мнения состоит в следующем. Вот он, как председатель. Я должен его пригласить и сказать, вы заходи ко мне чай, кофе попить. И мы пьем кофе. Но я должен бумажку такую, почему вас так надо повернуть, должен с обоснованием прислать вам. Вот ему пришлю, если он председатель правкома. А он, если не согласен, мотивировку должен дать. Ну, от вас не требуется обоснование, но мотивы-то какие у вас, что вы не хотите боком ко мне сидеть. Ну, какие? Вам трудно, что ли, боком сидеть? Какие мотивы? Ну, какие-то мотивы, объясните. Он объясняет, ему тоже не трудно, потому что мне неудобно. Вот он мотивировал. Тоже ничего такого страшного нет. После этого происходят консультации. То есть мы с ним встречаемся и пьем кофе. Когда мы кофе выпили, я имею право издать тот проект в том виде, в каком я его и сделал. То есть это все сводится к задержке на несколько дней издания этого проекта. Абсолютно не может профсоюз никаким своим решением, своим несогласием остановить. Это уже в порядке конфликта, это другая тема, о которой мы, как говорится, и говорим. Это другой вопрос. А конфликте, а в порядке согласования? Все, нету согласования. Но вот у докеров есть согласование вот в этом. И вот обратите на это внимание. Это самое важное, что тут есть. Потому что если есть согласование, значит не ухудшишь жизнь. А раз не ухудшишь жизнь, значит уже можно жить. Вот так. Так что вы пока можете взять, а в следующий раз я еще принесу. Сколько у нас тут человек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, может быть, шесть у меня не найдется, так что часть я принесу, а часть придется в электронной форме взять на сайте фонда рабочей академии. Смысл-то тот же самый. Хотя это удобно. Или вы, скажем, используете, потом передадите. Так, возвращаемся к нашей теме, или обращаемся к нашей теме сегодняшнего занятия. Тема у нас такая. Коллективные переговоры. Вот мы уже с вами как-то настроены на конфликт. Почему мы настроены на конфликт? На конфликт мы настроены, потому что мы конфликтологи. Правильно? Но если люди сюда пришли, значит это те люди, которые жизни не могут. Жить без конфликтов. Поскольку это их вот стихия. Ну и жизнь показывает, что без конфликтов ничего хорошего не получишь в современной экономике. Почему? Ну, потому что если у меня главный интерес, а я вот собственник предприятия, допустим, у нас с вами предприятие, а я хозяин, а вы работники. В чем мой интерес? Ну, как в чем? Вы больше работали, а я бы богаче жил. Нормально? Я правильно понимаю свой интерес? Ну, а ваш? В чем интерес? А у вас интерес в том, чтобы у меня часть прибавочной стоимости, которая уже моя, чтобы я ее обратно перевел к вам в зарплату. Так уж вы так просто хотите, так у вас просто не получится. Ну, для того, чтобы это было бесконфликтно, Джон Мейнер Кейнс, чтобы без конфликта у вас отбирали вашу зарплату, придумал конфляцию. Вот есть такая замечательная книга, я очень всем ее рекомендую, она как бы некоторое добавление к капиталу Маркса. Называется «Общая теория занятости, процента и денег». Джон Мейнер Кейнс, от него это современная теория кейнсианства. Он там объясняет, что Маркс прав был насчет кризисов. Но вот чтобы эти кризисы смягчить или преодолевать, нужно государственное регулирование экономики. Предлагает там регулировать норму процента. Так, предлагает другие формы государственного регулирования и в частности предлагает инфляцию. Говорит, не надо там вот сражаться между собой, выйти на предприятии сражаться с рабочими своими, рабочие с вами. Зачем? Вы их друг, брат и отец, а цены идут куда? Как бы сами. Цены растут или нет? Кто сказал? Неправильно. Два. Не растут цены, их повышают. Шутка. Два-то нет, конечно. У вас вообще зачет. Вообще вас защищает, как в броне. Кто видел, как цены растут? Я не видел ни разу. А вот их повышают, видел, брут, берут и пишут, уже другая цена. Цены повышают. Зачем? Ну как зачем? Вот мадам Набиулина, директор, глава Центробанка. Она говорит, мы закладываем 4% в год. Это что означает? Что жизненный уровень у всех, неважно кто вы, рабочие, студенты, пенсионеры, все доходы будут сокращаться. Кривая идет вниз, реальное содержание ваших доходов все меньше и меньше и меньше, но поскольку это треугольник, то за год у вас будет изъято не 4% вашего дохода годового, а всего 2%. Это уже хорошо, треугольник. 2%. И никто с вами не сражался, просто цены пошли вверх. А на что, на все или не на все? Второй раз, два. Невнимательный. Цена рабочей силы называется заработной платой. Она что, росла? Нет? Значит, инфляция – это повышение цен на все товары, кроме товара, рабочая сила. Вот в чем фокус инфляции. А если просто на все повышается цена, это ничего не меняет. Вообще. Это ничего плохого в этом нет. Ну какая вам разница? Пересчитают и все. Другого цвета будут бумажки. Ну если сейчас зачеркнуть нули. Вот скажем, у нас есть купюра такая, мне недавно выдали. Сейчас покажу. Новая. Красивая. Синяя, синяя, мечта человечества. Две тысячи рублей. Ну если эти три нуля зачеркнуть, что будет? Два. Два рубля. И все зачеркнуть. Будет как при царизме. Два рубля. На два рубля накупили, чего-то огня накупили. Там. А копейка – это было бы много. А сейчас эти копейки валяются, они никому не нужны. Все друг другу. Отпыхают, пытаются запихнуть. Потому что когда пенсионер как-то посмотрит, скажет, что же у меня теперь пенсии два рубля. Десять рублей? Да и начнут клюшками своими там, клюками, я так сказать, стучать. А тут будут тысячи. Никогда такого не было. Тысячи. Можно еще увеличивать. Вот вы и не жили, а я жил, когда были по сотне тысяч там зарплаты платили. Однажды выплатили два миллиона мне. Я был миллионером. Ровно два месяца. Отпуск и ныне. Но эти два миллиона закончились как раз к первому сентября. И больше я уже не был миллионером. И больше такого повышения не было. Это было при Гайдаре. Гайдаризация экономики. Так вот. Книжка очень полезная. Я вам советую ее почитать. Но у нас главным документом, который мы должны изучать, является Трудовой кодекс Российской Федерации. Чтобы не делать, как тут написано. Я заранее это говорю, потому что я сразу говорю, что я слабый преподаватель. Сколько я не бился, мне не удалось добиться того, чтобы на экзамене или на защите мне не излагали вот это юридические нормы. Я говорю, вы что, юрист? Нет. Вы что, мне рассказываете? Во-первых, я сам это прочитал. Тут написано, что нельзя делать. То есть вы должны все, что вы собираетесь сделать, делать без нарушения законов. Вот надо о чем подумать. А что вы будете делать? Это вам кодекс не может сказать. Кодекс вообще кем составлялся? Он составлялся тем классом, который сейчас правит. Это правильно или нет? Почему? Потому что право – это возведенный закон воля господствующего класса. Но эта воля, она сражалась и с другой волей, с волей другого класса. И поэтому этот документ компромиссный. Он есть результат борьбы. Длительной борьбы, можно сказать, всего человечества за то, чтобы были у работников тоже права, а не только одни обязанностей. И тут прав очень много. И надо эти права уметь использовать, а не делать, как тут советуют. Вот сразу по поводу переговоров, это тема сегодняшней лекции, лексивной переговоры. Сразу скажу. Тут написано, что вы можете встретиться на переговорах и составить какой-то документ совместно. Как вы думаете, если вы совместно будете составлять со мной документ, какой будет документ, в ваших интересах или в моих? Ну, потом может быть в ваших, а пока будет в моих. Особенно в силу неравенства, которое у нас сейчас есть. Вот вы студент, а я профессор. И что, хотите, чтобы мы будем сидеть, составлять документы, был бы о ваших интересах? Ну, у нас есть какие-то общие интересы, но вы должны понимать, что у нас есть различия. Поэтому и силы тут не равны. Нету равенства в жизни, нету счастья. Некоторые прямо так и пишут. Сейчас как-то не пишут, сейчас просто каких-то черных или зеленых пауков на ногах делают. А раньше писали. Нет в жизни счастья. Выходит из тюрьмы и вот так на груди написано. Или один, вот я видел, Маркс, а тут Ленин. Тоже красиво. Но читать, наверное, не будет. Думал, что этого хватит, если он нарисовал. Что написано, вырваться? Ну, вы же как конфликтологи понимаете, что если у нас с вами противоположные интересы, то чтобы вырваться что-нибудь, надо к этому очень хорошо подготовиться. С чем надо приходить на переговоры? Ну, как на зачет, надо приходить подготовленным, правильно? А не так, что вот вы приходите на зачет, там мы и решим, что вам поставим. А что вам поставим, если вы не приготовились? Это ясное дело. То есть, надо приготовиться к этим всем переговорам и проделать большую работу. Вот об этом и будет сегодня у нас речь, потому что есть право, как его использовать, чтобы был результат для работников, иначе будет результат для тех, кто создавал этот кодекс. Итак, есть право на ведение коллективных переговоров. Глава 6, коллективные переговоры, право. Есть. Как надо им пользоваться? Во-первых, это трудно, воспользоваться этим правом. Почему? Потому что вот если мы представим себе, что вы работник какого-то завода, а я представитель собственника, то есть, генеральный директор или уполномоченный генеральным директором лицом для ведения переговоров, кому дается право? Вам? Нет. Вам? Нет. Вам? Нет. Никому из вас право на переговоры не дается. Мне это дается как представитель собственника. И я могу сформировать еще комиссию из 4-5 человек, главный экономист, главный юрист и главный разговорщик и директор по режиму, или замдиректора по безопасности, чтобы вы и так понимали ответственность, когда будем разговаривать. Давно я по вами смотрю. Не нравится мне ваш взгляд, скажет товарищ. И вот, а вы? Вот вы можете иметь и право, вот если вы работник, имеете право со мной проводить коллективные переговоры. Нет. А вы? И вы не имеете. И вы не имеете. И хоть вы на первом ряду тут сидите, все равно не имеете права. Вы просто приближенные. А не имеете права. А кто имеет право? Вот первое, что надо усвоить, согласно положениям трудового кодекса, что право на коллективные переговоры имеют представители работников. Вы кого себя представляете? Себя. И вы кого? А вы себя. А вы себя. И что? А вы не представители работников. А как сделать, чтобы были представители работников? Вот представителем работников, согласно трудовому кодексу, может являться профсоюзная организация, в которой состоит более половины работников. Более половины работников есть такая профорганизация? Да, она может собраться на конференцию, избрать представителей, там четырех или пяти человек, и тогда другое право появляется. Вот эти четыре или пять человек смогут и могут выступать от имени работников. Почему? Ну, если упирается, допустим, администрация, ну, поскольку больше половины членов профсоюза, считайте, что это не члены профсоюза, а работники, все равно больше половины работников за. За это проголосовало. Поэтому раз более половины проголосовало, хоть считайте по членам профсоюза, хоть считайте по работникам, более половины избрало этих людей. И по закону в течение семи дней, вот вы выступаете от такого органа, прислали мне письмецо, что вот Михаил Васильевич, мы с вами хотим, желаем в соответствии со статьей, ну, не просто так письмецо, а со статьей 36. Трудовода Кодекса России, хотим с вами провести коллективные переговоры по следующим вопросам с целью выработки соглашения. В течение семи дней я обязан дать на это письмецо ответ. Какое я могу дать ответ? Только о согласии, не могу я не ответить. То есть мне только время, я с чем, в семь дней думать. Готовиться, наверное, надо к этим переговорам, я буду семь дней. Это нежданно-негаданно свалилась такая вот беда, что надо со мной переговариваться с ними. Более того, значит, я должен буду тут же, не позднее, чем через 70 дней после получения ответа, как только я вам написал ответ, я согласен, а я не могу быть не согласен, потому что это по закону. Если у вас действительно больше половины работников представляет эта организация, или профсоюзная, или на конференции вы избрали более чем от половины работников, присутствовали там. Но если это собрание, то надо, чтобы присутствовало более половины. А если конференция, чтобы она была полномочна представлять более половины работников, на ней должно присутствовать две трети делегатов, избранных на эту конференцию. большая работа две трети и вот тогда вот тогда работодатель не имеет права уклониться от этих переговоров и тогда надо вот готовиться к тому чтобы эти переговоры с пользой прошли потому что если вы придете на переговоры и сядете я вот берусь вам поставить лимонад чтобы вы не говорили что я жадный а вам кофе если вы рачайник профсоюз а все остальное давайте чего чем будем говорить я обязан освободить вот этих четверка или пятерках вот сколько вы назначите сколько будет четверку или пятерку работников от работы с оплатой по среднему для ведения коллективных переговоров на срок до трех месяцев а если у нас затянутся переговоры то вот у вас было вот эти вот четыре с пять человек все эти закончили отсюда пять человек надо взять можно дальше продолжать и уклониться от этого не имеет права работодатель хотя старается не не заплатить причем это не на петь не на только вот перри время что вы сидите на переговорах оплата по среднему а вас освобождают на три месяца и вы там ходите по коллективам по бригадам работаете обсуждаете доказывает составляете обдумываете и так далее рассказываете как идут переговоры получаете наказы от трудящихся то есть вы в работе и вам работодатель по вашей ставке по вашему окладу за должен платить сколько положено по среднему три месяца ничем не забастовка уже эти люди то бастуют а если вы регулярно будете такие проводить еще разные люди но так вы постепенно все и перебастуете нет ограничений вот в том чтобы проводить коллективные переговоры никаких вот поэтому вопрос а потом вот по вот этому вопросу важно что чтобы вы встроились в закон а там говорится что в законе переговоры для по подготовке заключения или изменения коллективного договора а мы еще не созрели с вами до коллективного договора а вот чёк только начинаем изучать тогда по подготовке заключения решение соглашение запятая соглашение хотим соглашение заключить один у вас одни переговоры вы будете на переговорах по соглашении в улучшении условий труда вы будете на переговорах по повышению реального содержания зарплаты вы будете по технике безопасности и и совершенствование будете переговору проводить вы и так далее и так вы можете сколько можете сделать таких переговорных до а сколько хотите но нет ограничений почему вот закон одинаковые одни выигрывают по этим законам другие проигрывают еще права разные нет просто люди которые под наторели в этих вопросах они понимают что ничего из этого вот из того что что тут написано ничего из этого с качестве руководства взять нельзя это надо просто общие рамки потому что первая задача которую я перед вами поставлю вы должны прийти вот вы хотите заключить соглашение когда вы собираетесь его это соглашение проект подготавливать до того чтобы нам не написали письмо или после вот вы мне написали письмо что хотите провести со мной переговора а у вас есть проект соглашение которое я должен подписать если у вас нет вы проиграли неужели вы думаете вы меня переговорите на переговорах смешные люди ну представьте генеральный директор будет сидеть значит директор по режиму главный экономист главный юрист вы чё юриспруденцию изучали вы чё экономику изучали вы чё порядок не они охраняли никогда на предприятии ваше лицо мне знакомо я потом вас не забуду уже короче говоря уж понимаете куда вы приходите поэтому вы должны на самом деле это вот не написано и не будет написано в законе это надо что самим соображать соображать что надо сначала написать уже вот эта группа которая занималась сокращением рабочего дня должна была уже все написать соглашение проект полностью осталось только вот принесете мне и будете объяснять что я должен обязательно подписать и иначе я врат народа только так а вы должны по безопасности что написать какие меры я должен предпринять чего у меня уже расписано что это но вы же лучше знаете что нужно для вашей безопасности меня-то безопасен я в храх сижу в кабинете в теплом кресле чего волнуйтесь за меня вы за себе подумали вы подумали о себе вы о себе не подумали приходите на переговоры не мешайте мне работать вы подумайте о себе и составьте проект а вы пока у вас все какое переговоры наделали в этих групп я уже забыл и у вас переговор в общем давайте проект пишите только мне не говорите вы должны сначала сидеть и тихо вырабатывать проект чего вы хотите я хочу сказать что в этом смысле этот вот трудовой кодекс гораздо выше нынешнего сознания которое сводится к тому чтобы кричать что мы против протестные есть и ну вообще их придумал эти протесты никогда вас за всю историю люди не просто протестовали а всегда требовал чего-нибудь требовали сокращение рабочего дня требовали повышения зарплаты требовали улучшение жизни требовали каких-то демократических прав и свободу но что то требовали то есть мели какую-то позитивную программаragмы выбрить я против давайте я вас буду убить а вы будете хотя я против я вас бьем вы мне рассказывайте, я против. Ну, рассказывайте дальше. Что это такое? Что это за позиция такая? Кто не знает, что сейчас люди против пенсионной реформы? Президент не знает? Знает. Он же выступал на эту тему, говорит. Правительство не знает? Прекрасно знает. Да, опросы сделаны по ним то 80, то ли 90 процентов. Ну, уж не меньше 80 процентов трудящихся против этой самой реформы. И чего? Мы выйдем на митинг и скажем, что мы против. А вы-то что хотите? Может, вы этого и хотите? Может, вы хотите, чтобы еще больше было? Если вы против этой реформы? Может, вы хотите выглянить еще? Или просто вы за сохранение? Тогда вы тормоз изменений. То есть, как? Вот если я хочу вас вот это забрать, то вы должны... Ваши действия какие? Ну, у меня что-нибудь забрать. Тогда я начинаю с вами торговаться. Если я забрал, и все, и ладно. А вы там что будете? А вы будете... Зачем вы у меня забрали? Я против, против. Ну, ясное дело, что вы против. А вы думали, что, когда я вас забираю, я не знаю, что вы будете против? Ну, кто вот сейчас, кто делал эту реформу пенсионную? Кто сомневался? Она же не против меня, нафигу. Я на пенсии. Меня она не затрагивает. Она против вас же направлена. Правильно? И что, они не знают, что она против вас направлена? Нечего рассиживать на пенсии с внуками. Будете работать. А внуки пусть подрастут. Когда они уже будут взрослыми, и вы с ней пообщаетесь. Примерно так это выглядит. Я знаю, у меня пять внуков, так что я примерно представляю, во что это выливается. Самые интересные детки, когда они маленькие, а потом уже, когда большие, они вообще бабушки с дедушкой не нужны. Вот пусть такие и приходят они с работы. Тогда уже. То есть, вот что самое главное надо запомнить. У вас, если вы собираетесь выйти на переговоры по заключению соглашения, у вас должно быть что? У вас в кармане должно быть соглашение уже, которое мне подсовываете, что я подписал. А если я не подписываю, то я вот уже в каком положении? У меня протестное действие. Вы мне что-то хорошее предлагаете, а я вот не... Нет, нет, нет. Вот я тогда протестант. Я возмущаюсь, говорю, не буду, не буду, не буду. Ну как вы не будете? Тут же народ к вам приходит с хорошим делом, с хорошим настроением, а вы против. И тогда против, получается, тот, с кем вы. Тут конфликта не будет в этом разделе. Это что такое? Это переговоры. Это вы должны просто знать, как вести переговоры. Тут конфликта не закончится ничем, потому что, ну вот вы и разговаривали три месяца, и ничем не кончилось. Ну и ничего. Вы потренировались. И руководители потренировались. Но вы, между прочим, потренировались, поучаствовали, вести настоящие переговоры с настоящими, не вот игрушечными, какими-то схематичными артистами, которые изображают из себя работодателей, а на самом деле с настоящим генеральным директором. Я вот тут изображаю из себя генерального директора. Я-то у вас не генеральный директор. Хотя вот я, как главный редактор газеты, был еще и директором этой самой газеты, ООО «Редакция газеты «Народная правда». И собственником капитала. Но никому не говорил, сколько у меня капитал, только сейчас могу раскрыть. Тогда было время, в 91-м году, чтобы учредить ООО, достаточно было 40 рублей. И я 40 рублей тогда и внес. И у меня еще второй был компаньон. Вот у меня было 27, а у него 13 рублей. И вот закрыл я этого опыта. И перестал быть капиталистом. До сих пор жалею. Так как можно было эксплуатировать этих работников газеты. Значит, главная мысль, которую мы должны усвоить, что если вы хотите пойти куда-то на переговоры, то чего вы хотите получить? Результат. Вы должны его сначала и сделать. Почему? Что такое результат? Скажите, пожалуйста. Результат. Вы философию мне сдавали? Что такое результат? Чувствуете, как я плохо преподавал? Вот он. Я ему преподавал. А если он не знает, кто виноват? Он или я? Я, как человек самокритичный, считаю, что я. А он, как человек самокритичный, считает тоже, что я. Так. Ну, есть другие. Тут любимчики у нас есть. Кто знает, что такое результат? Вот скажите, пожалуйста, что такое результат? На вас надежда. Никогда не задумывались над темой, а что такое результат? Как вы можете победить работодателя? Я не понимаю. Он у вас победит тогда. И вы не скажете, что такое результат? Можно я скажу? Результат – это развернутое начало. Но результат-то бывает чего-то, а он же не бывает сам по себе. Вот то, что вы начинаете, вот вы начинаете изучать, это вы начинаете готовиться к чему? Начали готовиться к зачету. Вы уже сегодня же упоминали. Это не развитый результат, а результат будет зачет. Но зачет будет, на самом деле, результат-то не зачет, а знания прочные и глубокие, которые фиксируются оформлением зачета. Правильно? Результат будет не зачет, а усвоение знаний. И сейчас уже идет усвоение знаний. Правильно? Процесс идет усвоение. А это результат что такое? А начало что такое тогда? Что такое начало? Скажите, пожалуйста. Товарищи близко сидящие, так близко сидящие, что меня и не видят даже. Что такое начало? Вот, не радио, это и результат. Правильно? Не развернуто. А результат есть развернутое начало. Это все. Это парные, парные категории. Потому что, если вы хотите определить вверх, то это не низ. И никакого другого определения вы найдете. А низ – это не вверх. Как вы еще их определите? Только так они определяют. Это соотносительные понятия. Так вот, если вы пришли на переговоры, вы хотите получить победу? А вера в победу, как известно было, Наполеон так писал, и Ленин так писал. Люди, которые побеждали, они еще исходили, что вера в победу есть фактор победы. А если я сам не верю, говорю, айда, ребята, мы сейчас будем с вами воевать, только нас всех убьют. И у нас ничего не получится. Пойдете за мной? Айда, за мной. Смотрю, никто не идет. А почему? Ну, если этот, который повел на бой, сам вообще в нем не уверен, то что за ним идти, правильно? Воля к победе – фактор победы. Уверенность к победе – фактор победы. Ну, если вы… Я хочу заключить соглашение. Я говорю, покажите, какое вы хотите заключить соглашение. Говорит, у меня его нет. А когда оно появится? А вот мы будем сидеть на переговорах. Ну, когда вы будете сидеть, вы уже проиграли. Ну, неужели вы думаете, вы там переговорите, там уж не такие говороны? И они вам расскажут, что у них нет такой возможности, что такая тяжелая ситуация с предприятием. Вы же знаете, в стране кризис. И у меня два острова, вот третий покупаю. Деньги вот так нужны. Поэтому, как я могу сейчас? Нету возможности вам помочь. Или, если я… У вас с вами будет же не хозяин. Говорит, ну, нам… Хозяин не позволяет. А я – директор. А если я так сделаю, придет еще хуже, чем я. Вы хотите, чтобы еще хуже злодей пришел, чем я? Пожалуйста, требуйте. Давайте так сделаем, как вы придут, и вам вообще вас поувольняют половину. Хотите? А так мы с вами еще живем. В чем он скажет? Реально так бывает? Ну, это, вусть, какая работа? Если надо сидеть, бумагу, сидеть и писать это соглашение, а потом смотреть, не получается какая-нибудь глупость. Потому что хорошую бумагу написать тяжело. У нас есть такие лихие люди, которые думают, все, что они написали, уже хорошее. У меня так не получается. Я после того, как напишу, потом смотрю, надо же какие-то идиотские, какие глупости написал. Электронную почту, прежде чем отослать, надо еще проверить, там все написано, или очень смешно там будет написано. Ну, вот этой культуры нету сейчас, надо сказать, вот в интернете, поэтому и со страшным количеством ошибок пишут. Это вы хотите, эти люди безграмотные, хотят что-то такое завоевать, победить, установить. Они хотят направить в своих интересах, как они могут это сделать? Никак не могут. Так что садитесь, вот это вся ваша группа, которая выделена, вам время дали. Но прежде чем вообще ставить вопрос, собирать собрание и так далее, сначала надо иметь проект, соглашение. Для того, чтобы иметь проект, соглашение, сколько нужно людей? Сколько нужно людей, чтобы был составлен проект соглашения? Работников и работодателей. Сколько? А? Зачем вам двое? Они же мешают друг другу. Зачем вам два человека? Ну, как вы себе представляете, вдвоем будете писать? Я не очень понимаю. Напишите каждый по проекту, я еще понимаю. А потом вы можете взять, собрались и сделать один. Ну, вообще, чтобы написать один проект, что нужно? Один. Это тоже очень важное достижение, если мы это осознаем. Один должен написать. Один. Как вы думаете, в науке научное открытие делает два человека или один? Нет, ну, бывают такие коллективные открытия физические, когда есть химп-хрофазотрон на несколько миллионов долларов, и там они около него пасутся, и если он какой-нибудь в бозон там выскочит, то вот они тогда считают это своим общим открытием, и, наверное, открытием тех, кто сделал этот химп-хрофазотрон. Ну, а так, в науке, ну, вот вы сидите, работаете, вот вы один, вы докторскую вдвоем будете защищать? Один? Ну, так еще. А кандидатскую вдвоем? Если вдвоем, как только обнаружишь, что вдвоем сразу зарубят, только персонально, только персональная ответственность. Так это в науке, а на практике. Ну, если человек никак ничего не может составить. Вот прежде чем обсуждать мой проект с другими, я должен какой-то свой проект набросать, правда? И набросать в хорошем виде, чтобы... Вы не хотите, чтобы сразу выбросили, сказать, ну, какая-то дрянь. Так вы хорошие, надо написать все тут, полезное, интересное. Поэтому с чем идет борьба? С работодателем или с собой в начале составления соглашения? Я сама борюсь с собой. Вот. Это трудно. Есть даже такой рассказ, как один товарищ все время ждал идея, чтобы его посетила. Ну, потому что, если идея вот посетит какая-нибудь, то уже дальше все хорошо пойдет. И он так боялся, что она придет к нему ночью, а он к утру забудет. А больше она не придет. И все пропало, и жизнь все. Зря прошла. И он придумал, все организовал. Он, когда ложился спать, он там на столе клал лист бумаги, чистый карандаш, чтобы, так сказать, полусонным, если когда она придет, видя это, сразу ее записать. И тогда можно спать. И вот она пришла. И он встал и записал. И проспал 13 часов. И просыпается, солнце светит, он подошел к окну, открыл створки, и радостный, читая, что написано. Написано, воздух сух, как гвоздь. может не сразу посетить идея. Поэтому ее надо ловить, думать. Это сложная проблема. Поэтому иногда кому-нибудь показать, вот если показать, коллеги, там я не написал такую полную чепуху, он скажет, нет, хорошо, но если хорошо, можно дальше делать. Зачем сразу нести к генеральному директору, когда надо сначала с товарищами обсудить. Все начинается, инициатива начинается с одного человека. Два человека, о которых вы говорите, это уже группа. Если вы что-нибудь плохое затеваете, то это уже организованные группы. За это больше дают. Если это преступные какие-то действия. Ну, а если три человека, это уже организация. Правильно? Три человека и профсоюз можно создать. Вот вокруг этого. Но как вы собираетесь сколачивать какой-то профсоюз? Я вам форму рассказал в прошлый раз. Она же без содержательной формы. Зачем этот профсоюз, если у вас нет никакого содержания? За что он будет бороться? Ну, вы хоть какое-нибудь плохенькое составили, соглашение, которое вы хотите подписать с администрацией. А для чего вы составляли этот профсоюз? Чтобы взносы собирать? Ну, тогда намного людей, чтобы мне хватило на взносы, если я освобожденный профсоюзный работник. Да, тогда смысл есть. А так никакого. И так многие и считают, что профсоюз – это вот председатель правкома. Или кто-то. Хотя профессиональный союз – это союз работников, самих. Правильно? Союз их. Для борьбы за их интересы. Вы интересы можете выразить студентов? Напишите соглашение. Я вас не подбиваю написать соглашение с ректором. Это вы сами должны придумывать, если захотите. Мы же с вами занимаемся социально-трудовыми конфликтами. Мы должны разъяснить трудящимся, что они должны сделать. Написать соглашение. Ну, с этой точки зрения, я думаю, вам не трудно будет додуматься, чтобы написать такой коллективный договор, на связи с фаттудорной сессией, написать. Причем не обязательно в один прием. Вот когда вы начнете анализировать, вы увидите, там довольно короткий такой основной коллективный договор, или основная часть, а потом 33 приложения, по которым отдельно шли переговоры. Можно было бы вести переговоры, говорить, у нас ничего не получается, мы ни о чем не договорились. Они вот о чем договорились, подписали, уже у них есть коллективный договор. А дальше существует такое правило в кодексе, что можно проводить переговоры по изменению и дополнению коллективного договора. Так что вот коллективный договор на три года и может быть прожблен на три года, но более чем на шесть лет один и тот же коллективный договор вот в точном таком же содержании не может действовать. А изменять и дополнять вы можете непрерывно. Вот сегодня вы закончили переговоры по коллективному, подписали и сразу предлагаете переговоры по изменению и дополнению к коллективному договору. И опять освободить Иванова, Петрова, Сидорова и Хеменова с оплатой по среднему на срок в трех месяцах. И никто вас ограничить тут не может. Это в законе написано. Законное ваше право. И таким образом наращиваете мясо, так сказать, чем больше и больше договоренностей. Чем больше договоренностей, тем меньше чего? Конфликтов. Правильно? Потому что пока не договорились, здесь обостряются противоречия. А такое обострение противоречий, которое превращается в борьбу, в которой сила аргументов заменяется аргументами силы, есть конфликт. С одной стороны, ничего вы не достигнете великого без конфликтов. Правильно? А с другой стороны, сам конфликт не сама цель, а важно, что достигается с помощью этого конфликта. А вот достигаются некоторые товарищи, тоже, невнимательно почитавшие трудовой кодекс, когда какие-то вопросы регулируют, потом записывают в коллективном договоре. Вот с момента этого самого утверждения коллективного договора мы обязуемся, трудящиеся говорят, работники, не бастовать, не использовать свое право на забастовку. Вот человек, если вы подписались, вы же будете соблюдать то, что вы написали? Будете, как честный человек? Вот теперь и не бастуйте. А вам потом вот пришло в голову, что надо что-то сделать, а вы тут, а я не соглашаюсь, а вы говорите, а право на забастовку выезд, вот когда вы ждите 6 лет, 3 года, да еще мы на 3 года подлим, тогда у вас снова появится закон-то вам и Конституция дает право. Как же вы Конституционное право отдали кому-то неизвестно кому? Ну как вот вы возьмете и отдали вот допустим мне Конституционное свое право? Это черт и что. Права-то свои не отдавайте, их так трудно завоевать, а вы отдали. Поэтому можно что записать? А это все зависит от того, подумали вы над тем, что пишете или не подумали. Написать можно, чтобы мы значит работники заявляют, что отказываются от использования права на забастовки по тем вопросам, которые урегулированы данным коллективным договором. Вот те, которые урегулированы этим, да, по ним мы не бастуем. Что у нас, мало что осталось еще, почему бастовать? Зачем вот по этим вопросам бастовать? Вообще, вы любители забастовок? Нет. Мы урегулировали. Давайте по другим вопросам урегулируем и по ним не будем бастовать. То есть отказываться от забастовки можно по тем вопросам, по которым урегулирован вопрос, урегулированы отношения. Но в этом и смысл конфликта. Смысл конфликта не в том, чтобы конфликтовать, а чтобы чего-то добиться. А вы добились? Ну что вы будете по этому поводу теперь бастовать, конфликтовать? Конфликтуете по другим вопросам. А эти все меньше, меньше поля для конфликта, все шире, поле согласия мы за мир чем лучше забастовка тем больше более широкое поле для мира мы получаем правильно если мы добьемся там в результате забастовки согласия по многим-многим вопросам и дальше вам тихо мирно жить хорошие получать зарплату короткое рабочее время будем иметь отличные условия труда хочу нам тогда конфликтовать но если вы у вас улучшается жизни вы не конфликтовать ценой и дальше будет вы можете просто рассказывать что вы против ухудшению вашей жизни еще бы не хватало чтобы вы были что ухудшение вашей жизни кого вы удивили со своим заявлением чтобы против никого вы не удивили вот сейчас митинги проходят один за другим не говорят за что некоторые говорят которые выступаете на митинги, они даже есть в наших рядах. Некоторые говорят, ну это одиночки пока, а в основной массе просто мы, дескать, против. А то что вы? Например, вот обратите внимание, такое впечатление, что дело не в том, что экономика должна развиваться и обеспечивать расходы, в том числе и пенсионные. Если экономика не развивается, то надо требовать развития экономики, а это никто не требует. Мы, говорят, против. А вы не требуете, чтобы развивалась экономика? Ничего не делают для развития экономики. Сколько у нас темпы роста? Молчание. Вам никто не говорит, а то вы будете грустить. Вы не знаете? Вот и спите хорошо. Если бы вы знали, какие у нас темпы роста, вы бы забеспокоились. Что же будет с такими темпами роста? Вот у нас ВВП у России 1,7% мирового. А у Соединенных Штатов Америки 17% мирового. Темпы роста в Соединенных Штатах Америки 2,7%, а у нас около нуля колеблются. Но благодаря тому, что статистическое управление перешло в подчинение Министерства экономического развития, у нас темпы выросли там до процента. Вы, если у меня в подчинении стат управления, то подробуйте. Вот если напишите плохие цифры, больше вы здесь не работаете. Понятно вам? Товарищ, я понял. Приятно иметь дело с серьезными людьми. Так у нас повышены темпы роста. Додуматься надо в стат управления в подчинении Министерства экономического развития. Это недавно сделано. Надо спасать было как-то наше положение. А как его спасать? Красиво, чтобы было. Нарисовать другие темпы. А не те, которые есть. Вот как стоит вопрос о том, чтобы готовиться к переговорам. Значит, будем считать, что вы уже имеете проект. Этот проект, что вот написали, один человек, вы написали проект, и пойдете сразу на переговоры. Или вы вот этой группой, которая у вас там шесть человек, или пять, или шесть, или семь, кого избрали. Вы, наверное, обсудите это все. Правильно? А не хотите вы раньше обсудить? Еще прежде чем группу избирать, что вам надо? Что вы хотите? О чем вы хотите договориться с администрацией? Это разве не вопрос той конференции, которая избирала переговорную группу. Чтобы она уже делегировала переговорную группу вот в таком духе и настроила, что вы идете требовать вот этого. И извольте написать соответствующий уже проект соглашения. То есть это не вопрос обсуждения конференции. Или конференция вот соберется, или профсоюзная, и просто, значит, давайте отправим этих переговоров неизвестно о чем. То есть надо люди, которые выступили с инициативой этих переговоров, надо этот вопрос обсудить содержательно на конференции, где людей избирают. Правильно? Где людей избирают в эту переговорную группу. Прежде чем писать письмо, что мы хотим с вами переговариваться. То есть о чем вы хотите переговариваться, если вы не знаете сами о чем переговариваться. Если конференция не знает, кого она и зачем делегировала. А что, вам и не надо знать, вам на три месяца освободят от работы. И хорошо, особенно если у вас вредная работа, а в кабинете сидеть не вредно, гулять из одного цеха в другой тоже не так вредно. Это же хорошо. Поэтому ваше положение изменилось. Не такие уж плохие условия труда. Правда, через три месяца это все закончится. Ну, хоть три месяца поживем, как короли. Поэтому этот вопрос содержательный, о чем вести на переговоры, когда собираются конференции для избрания делегатов в переговорную группу, для определения состава переговорной группы, вот на этой же конференции должны решаться содержательные вопросы. И тут люди на конференции присутствуют, которым есть что сказать. Значит, когда должен быть проект приготовлен инициативной группой, про которую ничего не сказано и не будет сказано в законе. Что прежде, чем собирать конференцию, те люди, которые до этого додумались, что надо провести переговоры, они уже должны проект соглашения этот приготовить и на конференции рассказать, о чем мы хотим договориться с работодателем. и добро получить от конференции. Так? Поддержку. Вот это будет правильно. То есть, еще раньше надо все начинать. То есть, сначала содержание, идея, а потом ее реализация. А если, говорит, у меня идеи нет, ну будет, когда вот, будут смотреть в глаза директора, у меня появится идея, да? А вы не хотите эти идеи, вот глядя в глаза своим товарищам, сформулировать, чтобы товарищи вам, может, что-нибудь и сказали по поводу того, что с такими идеями не надо никуда ходить. Надо сидеть на месте, и нечего с этим вообще вылезать. Или наоборот, что наконец-то люди додумались до таких серьезных вещей, как мы не додумались раньше. И вас похвалят, и вас делегируют. То есть все на самом деле упирается в какую-то содержательную работу. Вот что такое конфликтолог? Он должен просто мирить людей, говорить, не спорьте, не конфликтуйте, да не надо сражаться. Или он должен что сделать? Конфликтолог должен о чем заводиться? О разрешении конфликта. В каком направлении? В направлении прогресса или в направлении регресса? Или сохранять регресс? Сохранять отсталость или идти вперед? Всякое движение вперед связано обязательно с такими, с теми или иными, с конфликтами. Вот с теми, кто не хочет. Вот он со мной всегда соглашается, мы с ним все так за об руку и пойдем. А некоторые вот не хотят. Мы с ними боимся конфликтовать. Я буду конфликтовать раз в неделю, а он будет конфликтовать каждый день. Разве не мешают договориться с администрацией некоторые товарищи из числа рабочих, которые не думают, которые просто думают, что вот начальник он все решит, надо просто к нему прийти, он все это попросит, и он сделает. Который, так сказать, не видит, что происходит. И не видит, что происходит это не случайно, а каждый осуществляет свои экономические интересы. А в чем интересы работодателя? Как в чем? Как можно больше прибавочной стоимости получить у работника. Если есть такая возможность, например, техническая, вот вооружить его новой техникой, он будет больше производить, тогда время, в течение которого будет вырабатываться его зарплата, уменьшится. Правильно? А зарплату можно и увеличить. Скажем, производительность труда вырастет в три раза, а зарплату ему в полтора раза поднять, и он доволен, и мне хорошо. Это разрешение конфликта, возможно, разрешение. Или не доведение до конфликта, есть толковые предприниматели, хозяева средств производства, которые, вовсе не думая о каких-то благе народном, или о благе своих работников, а думая о своей прибыли, не хотят этих конфликтов, которые будут, а покупают новую технику. Но плоды от применения новой техники, они как бы их разделяют. Часть дают рабочим, а остальную часть основную забирают себе. А рабочие и довольны, так сказать, им повысили. Хотя, кто и делает эти средства производства, тоже ведь рабочие. У нас был такой инцидент, интересный, на переговорах в акционерном обществе в первый контейнерный терминал, когда Дохер на одном из заседаний на переговорах сказали, слушайте, давайте, вот вы все рассказываете, что у нас средства производства, мы должны их охранять, давайте мы у вас в аренду берем средства производства, прибыль наша. Вы никакого отношения к прибыли не имеете, мы работаем. Мы работаем, вы имеете только средства производства, ну давайте вам заплатим, сколько стоит аренду взять ваши средства производства, давайте сейчас берем и прибыль все забираем не понравилось я несколько раз подбивал профсоюзников на такую акцию на которую не удалось мне подбить но и вот написано там все начальные главы трудового указа что у нас отношения социального партнерства читали партнером и с вами не то что вот я буду у вас за это зачет принимать а мы с вами просто партнеры но распорт него должно все пополам да скажем на половину вопросов вы отвечаете на половину я но если партнеры я предлагал вы подходите на переговоры и скажите так мы с вами социальные партнеры вот смотрите что написано про социальное партнерство целый раздел можно заснуть пока его читаешь социальные партнеры органы социального партнерства глава 5 представители работников и работодателей в социальном партнерстве глава 4 часть 2 раздел 2 социальное партнерство в сфере труда еще партнерство патреса ну раз партнерство давайте так вы приходите на переговоры и горит так михалович прибыль пополам мы социальные партнеры евро ну вы даете а вот как даете смотрите вы один а нас как много мы с вам прибыль пополам каждый из масса мало получит а вы столько сколько мы все это мы вам такую фору даем колоссальную а вы не соглашать давайте соглашайтесь прибыль пополам не убедил я ни одного профсоюзника чтобы он хоть на переговорах выставил это но выставил пусть откажутся или скажет мне это не дадим ну раз мы партнера какого же партнерства когда это я у вас и это заберу потом вот это заберу мы партнеры поэтому я все отобрал ничего себе партнерство грабеж эти белые дня поэтому тут вот есть и такие формулировки что такое зарплата согласно родовому кодексу вознаграждение я вам награда выходить я вам дал орден ленина вы хотите еще звезду героя но в наглел народ вознаграждение вы уже получили чего вы еще хотите но если вы получили цену своей рабочей силы а труда у вас вот столько а цена рабочей силы вот такая так прибавочная стоимость вот такая тогда есть разговор о том что делать а если это вознаграждение за труд то уже все вы оторвали себе язык вот какой у нас должен быть настрой на эти самые переговоры теперь нас на самих переговорах давайте представим себе что вот наконец вы пришли и сели есть приказ генерального директора освобождение вас от работы с оплатой по среднему и вот вы будете там выступать в чем смысл вашей работы в переговорной группе как вы думаете на переговорах просто пустыми вы просто одними лишь переговорами можно убедить работодателя в том чтобы он выполнил то что вам надо ему не надо вам выгодно ему не выгодно вы можете убедить смогу я вас убедить что вы мне отдали все деньги которые у вас есть я сомневаюсь у меня даже звание есть там профессор там и у меня есть степень ученые есть но я сомневаюсь что я смогу вас убедить как-то даже даже я не берусь это дело чтобы не выглядеть проигравшим но вот вы пришли на переговоры что думаете вот вы раз словами вы вот у меня вот есть кошелек вы и словами хотите у меня 2000 вы тащите из кошелька у вас есть такое красноречие у вас есть такой у кого есть такое красноречие чтобы вот у меня денежки улетели и вот эта синяя бумажка оказалось бы не у меня уже у вас ну давайте говорите чтобы она к вам пролетела не летит виде или вы хотите чтобы я его там сделал так самолетик и прямо к вам отправил но уже вы через край товарищи я договорился что с вами видео переговоры ведем давайте излагайте чего хотите и так далее то есть что вы собираетесь делать на переговорах я спрашиваю вот вы переговорная группа и что вы наверное дадите проект проект дадите же у вас уже есть проект ходим вот проект подписывайтесь скажем так что для меня что для вас является аргументом что я подписал как вы думаете вот я бы вот на вашем месте вот если вы здесь стояли а я бы там сидел я бы сказал так а мы с этим проектом на конференции его утвердили уже от имени коллектива и поэтому на этом совещании не идут переговоры можно сказать но вот вы хотите чтобы про вас говорили что вы не нашли и общего и заказ коллектива знаете как генеральных освобождают в связи с тем что он не нашел в общего и заказ коллективом кабель коллектив вот за это а вы хотите себя противопоставить и тогда уже вот генеральный директор должен подумать как ему быть он живет неустойчиво стоит вот кого легче уволить генерального директора или рабочего да ладно у рабочего это он под суд пойдет и целая история эти генеральный директор у него сам договор денег много платит но в любой момент его можно уволить проблема если вы у меня генеральный директор и хозяин у нас он подписан что он плачу вот вас столько она вы по первому моему требованию прекращаете эту работу а я вам недавно вы получили 23 оклада одному заместитель это вот трудящийся вот если вас увольняет по сокращению штатов два месяца а тут 23 ну какой то это называется золотой парашют вы золотой человек у меня генеральный директор были я вам написал там 7 8 окладов и поэтому такую горькую пилюлю чтобы проглотили что я вас уволняю вот вам 8 окладов вы с одной стороны загрузили с другой 8 окладов там если они были по 100000 каждый это 800000 так и пошли за это время вы найдете не хуже скажите я у него вот 800 тысяч получилось я хочу у вас к вам устроиться вы устроитесь на еще более дорогую и прибыльную работу ваше резюме написано там работа получала столько а здесь я такие маленькие деньги вы что вы хотите чтобы вас был квалифицирован человек берите платите не хотите вот берите всяких дураков берите из подворотника угодно спившегося генеральным директором вас аргументы поэтому вот поэтому отсюда вывод мы же ведь смотрим начало на начало как не радует результат и выясняем что лучше бы и вначале уже утвердить уже проект соглашения конференции трудового коллектива не только профсоюза еще и собрать конференцию если можно и собрание чтобы весь завод вот за это и генеральный директор должен как-то уже вы крутится ему надо искать уже какой-то компромисс правильно ну чего он то сказать нет 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 а что еще можно делать во время переговоров это же переговоры запасовки можно делать во время переговоров во время таких переговоров просто переговоры это же не коллективный трудовой спор считается хотя на самом деле вот это не считается переговора считается но это самый чистый спор потому что тоже сидят люди и говорят это разногласия это именно спор а вовсе не конфликт а я уже вам говорил что слова конфликта нету Нет в законе конфликта. Конфликт есть? Забастовка есть. Страшенный конфликт. А слова «конфликт» нет. Убрали при Ельцине, а при Горбачёве ещё было. Закон о разрешении коллективных трудовых споров, сколько конфликтов. А теперь только споры. Ну и спорьте. И вот, что можно делать тогда? Забастовка нельзя. А коллективные действия можно делать, которые не являются забастовкой? Можно? Объясняю. Вот у вас сколько народу пришло сегодня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вам не понравилась сегодняшняя лекция? Вы ничего не говорите, ни со мной не спорите, ни конфликтуете. На следующей лекции вот она одна приходит. Потому что она выходила, а на следующей она одна и придёт. И всё. А вы не придёте. А у вас график. Ходите ко мне на лекции. Следующий. Потом вы приходите, потом вы. Строго один человек каждый раз приходит. И у вас одна тактика. У меня другая. Я делаю вид, что я вообще не замечаю, сколько приходит. Я вон сейчас запишу, повесю и пусть смотрит. То есть это идёт борьба у нас. И как это называется на производстве? Коллективные действия какие? Ну вот, скажем, докеры делают так. У них огромные перегружатели, которые там высотой с трёхэтажный дом. И вот они на них с большой скоростью, примерно 30 километров в час, 20-футовые огромные контейнеры туда везут, куда-нибудь, на корабль. Или складируют, потом достают, везут ещё в другое место и так далее. И вот они после того, как составили это соглашение, вот эта группа села и тихонечко обдумывать стала, что надо бы во время переговоров их поддержать. Мы будем переговариваться, а вы давайте по очереди, по бригадной этой бригады потише ездить. Ну что вы едете так? Ну что вы едете с такой бешеной скоростью? Задавите человека, что 30 километров в час с ума сошли? Что, не можете 3 километра в час? У вас что, нету там на спидометре? 3 километра есть? Ну и поезжайте 3 километра неделю. Вы неделю. А вы нормально всё. А потому что был такой случай, как вот в порту вот такой перегружатель сбил барьер зимой. Выскочил на лёд, утонул. Много-много миллионов долларов стоил этот перегружатель. Ну и водитель само собой утонул. Вот она встала и сказала, я не хочу, чтобы было со мной то же самое. И буду ехать так, чтобы соблюдать все нормы. А есть что правило, что нужно ехать 30, а не 3? Нету таких правил. Поэтому вы будете строго вот соблюдать технику безопасности. А вот он не соблюдает технику безопасности. Вот это чревато. А поскольку это чревато, то она недельку так поработает, потом вы. Потом вы, потом вы. Так, 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 идёт. А идут переговоры 3 месяца. И что-то вот эти 3 месяца, как-то всё замедлилось. Ну там же ведь на любом заводе, на любом предприятии от деятельности одного зависит. Вот он должен был вам четверым привезти. А вы сидите и ждёте. А что вы делаете, когда он вам ещё не привёз? Ну что, сидите, в домино играете. Что вы ещё можете? Книгу можете читать, капитал, трудовой кодекс. Ну, считайте, трудовой кодекс, как бороться. А он всё не везёт. И вот он приехал. Едет вот так, едет. И тут вы бросились уже исполнять, когда до вас доехало. Как исполнять? Тоже так. Вы же понимаете, что у вас... Как бы это не замастовка. Это как бы работа по правилам. Вы же по правилам работаете, ничего не нарушаете. Ну вот они по правилам. Вот они пошли, пошли, и понесли дальше, и пошли. Потом до них дошло дело, потом до них... И всё по очереди. Нет, такого нет, чтобы всё общее. Нет, только некоторые, но по очереди. Вот докеры во время таких переговоров, они проводят такую работу, более безопасную, скажем так. Пока все бригады не пройдут. Но это уходит месяц. Каждая бригада неделю так безопасно работает. А если по правилам начать работать, значит, утром вы пришли, что должны сделать сначала? Вот пришли на работу, что надо делать? Переодеться. А? Не знаю, переодеться. Переодеться, это само собой. Вот вы переоделись, и после этого что делать? Начал с работы. Чего из вас не получится? Что надо делать? А? Чего-чего? Повторить технику безопасности. Вот. Надо повторить. Вызвать надо начальника инженера по технике безопасности. Это у вас же опасная работа. Вы что, работать взялись? Вам что, жизнь недорога? Вот пусть придет и рассказывает. Инструктор. Сколько? Ну, 20 минут. Он будет инструктор. 20 минут. А вы сидите. И что, по 3-4 вопроса слабо вам каждому придумать по технике безопасности? Вы можете 4 вопроса придумать? Если вы не можете, вообще вы зря тут сидите. Чем вы занимались? Чему вас учили в университете, если вы не можете 4 вопроса задать? И вот вы задаете, а потом говорят, ой, надо на обед идти. И пошли на обед. Все, была запасовка? Боже упаси. Какая? Наоборот, народ смотрел. Еще перед обедом ходили проверять троса. Надо, чтобы на 10 сантиметрах не больше одного обрыва было проволочки. Если вы видите две, все останавливается, вся работа. Ну, а у нас есть вот, уважаемые тут представители мужеского пола. Они все на грузчиках. Так, вы видели когда-нибудь машину полностью исправленную, какой-нибудь механизм? Чтобы не надо там было подрегулировать, подправить. Или? Новое. Новое. А у вас же не новое. Значит, нет. Ну, раз не новое, что надо делать? Внимательно осмотреть, записать журнал и вызвать соответствующую службу. И вы сидите, стоите у него над душой. Ну, когда вы закончите? Ну, когда вы сделаете? К вам есть претензии? Нет. Кому претензии? Вот эти вот долго делают. А у вас полностью исправная машина? Не бывает техники полностью исправной. Что, вы не знаете? Ну, то есть, улучшить надо работу. А вот у вас микрофон полностью исправный? Нет. Ничего не будет записано. Я поэтому так смело и выступаю. Поэтому это бутафория. А потом там будет черный экран и ничего нет. Ну, что, вот известный Малевич и черный квадрат. А это будет такой ролик. Полтора часа черным. Я хочу тоже прославиться. Думаю, если так можно стать художником, почему нельзя таким лектором прославиться? Выдающимся. Черный ролик. Ничего не сказал. И вот это чудеса. Риторики. Ну, есть такая вот Германа Кана книжка. И в ней рассказывают два немца, обсуждают уже в ВДР, обсуждают, какой был Сталин выдающийся оратор. И у журналистов спрашивают, спрашивают чуть ли не 20 минут. Он задает ему вопрос, Сталин говорит, да. После этого вот. Бывает и так. Ораторское искусство соединяется к тому, чтобы не разглагольствовать, а сказать да. Это все называется коллективные действия. Это все, никакого отношения, никак вы не можете назвать забастовкой. Вот было такое правило, сейчас его уже нету, и я хотел о нем рассказать, но уже не могу, по той простой причине, что я стал нарушителем трудовой дисциплины. Уже все, 5 часов лекция закончилась, и я все говорю. Поэтому я свой аппарат речевой выключаю, тем более, что все равно там черный все. На этом сегодня лекция мы заканчиваем. До следующего раза. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok